Приветствую вас! И отвечая на ваш вопрос прямо, хочется сказать, что вообще говоря, да, нравится мужчинам, конечно, когда женщина первая проявляет инициативу, простите, это избавляет мужчину от множества хлопот. Мужчина, например, оказывается избавлен от необходимости что-то для женщины делать, что-то как-то для нее стараться и так далее. То есть, в принципе, для мужчины это хорошо, но, но, есть одно но. Дело в том, что в долгосрочной перспективе и в долгосрочной, так сказать, парадигме развития отношений, это может быть во вред для вас, именно для вас. Почему? Попробуем объяснить, почему это может вам навредить. Дело в том, что мужчина, который не привык проявлять инициативу, он, вообще-то говоря, не будет для вас делать какие-то вещи. Мужчина, который не привык проявлять инициативу, вообще-то говоря, может совершенно спокойно как-то даже на вас спихивать часть обязанностей по, скажем так, построению отношений. То есть, мужчина не будет мужчиной, в привычном понимании этого слова, если вы будете во всем проявлять инициативу. Да, так ему нравится, конечно, ему нравится, когда вы проявляете инициативу. Но подумайте о том, чем это может угрожать вам. Вот это и является тем основным аспектом, который вам нужно, как бы условно говоря, подумать. Это и является тем основным моментом, который вам нужно, ну, желательно, по крайней мере, для себя разрешить. Потому что, если вам это не нравится, если вас это не устраивает, то тогда, конечно-конечно же, не нужно проявлять инициативу во всем. Но проявлять инициативу постоянно. Позвольте мужчине быть тем, кем он и является. То есть, мужчиной, то есть, по сути дела, активным началом, человеком, который, ну, условно говоря, делает многие вещи для своей женщины. Это нормально, это, в принципе, правильно, в этом нет ничего дурного и плохого. Да, вы, пожалуйста, не пугайтесь. Сама по себе, проявление инициативы, ну, само по себе, проявление инициативы, однажды, скажем так, плохого ничего не несет с собой. Но, вот вы, например, сделали первый шаг, вы познакомились с мужчиной, вы, в принципе, поступили правильно и верно. Теперь позвольте мужчине самому дальше делать то, что он, ну, например, посчитать нужным для того, чтобы быть с вами. То есть, не берите слишком много на себя. Вот это вам ничего хорошего не принесет. Это вам, скорее всего, даже, ну, навредит. Вот, вот я думаю, именно так нужно и проявлять. Нет, что касается интимной жизни, то здесь достаточно сложный момент, достаточно, я бы даже сказал, не сложный, а достаточно тонкий момент. Дело в том, что, если женщина проявляет интерес к мужчине именно, вот, ну, в отношениях, то это еще, знаете ли, совсем не значит, что мужчина будет, да, не считать, что она будет проявлять ему тоже, тоже самую инициативу в интимном плане. Вообще-то говоря, мужчине нравится самому проявлять инициативу в плане интимного планета. Поэтому думаю, что здесь вам беспокоиться нет. Потому что, ну, я уверен, что молодой человек будет проявлять инициативу в отношениях, но очень важно, я бы даже сказал, принципиально важно, чтобы мужчина все-таки видел, что вы на себя целиком и полностью ответственность брать не собираетесь. И это вам, как я уже сказал, ничего хорошего не принесет. В принципе, в принципе, надеюсь, основной момент мы с вами поняли. Это момент, связанный с тем, что инициативу проявлять в принципе можно, но желательно осторожно и так. Чтобы не внушить мужчине, что вы готовы на все ради него. А так, если вам кажется, что вы поступили верно, если вы видите, что мужчине нравится то, что вы делаете, если вы видите, что это пошло только на пользу вашим отношениям, то в этом нет ничего плохого. Но главное не заиграться, главное не увлечься этим процессом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...